Ценности современной путинской семьи продемонстрировала семья губернатора Дегтярёва. Жена кого любить надо в новом году? Президента, край и мужа. Молодец. А детей? Все смотрят на неё. А родителей? Ну хотя в принципе ладно. Главное же воспитать подрастающие поколения, чтобы на защиту режима отправить, куда прикажут. А муж тоже на третьем месте, кстати говоря. Хабаровский край-то большой, много мужиков там. А муж как-то ладно, на третьем месте, после края Хабаровского. Вопрос Хакамаде задали, есть ли у неё знакомые, которые ушли на фронт. А среди ваших знакомых есть те, кого мобилизовали, кому пришлось пойти на фронт? Нет, моих нету, они не идут. Вот. А один знакомый у него знакомого забрали с работы, его уже убили. Это ответ на вопрос, кем нужно быть, чтобы согласиться участвовать в этой преступной авантюре. А также, как быстро и чем это всё заканчивается. Лайма Вайкули задаёт риторические вопросы, ну и сама на них отвечает. Россия, богатейшая страна. Те деньги, которые они сегодня тратят на то, чтобы разрушить Украину, они могли построить в России Диснейленд. Каждый человек мог прекрасно там жить. Богато, счастливо, иметь прекрасную медицину, красиво одеваться, ходить на концерты. Все бы потянулись туда, что вы делаете? Вы оттолкнули весь мир от себя. Но кто хочет с убийцей дружить? Да никто не хочет. Но могли наоборот, такие богатые. В последнее время я всё чаще слышу обсуждение этого вопроса о единстве народов России и Украины. В Индияев, который на протяжении всего года не был против проведения СВО, а также его подчинённые в разных церквях. Вот сейчас почему-то вспомнил, что, по его мнению, украинский и российский народ едины. Русские украинцы – один народ, по-вашему? Несомненно, это один народ, вышедший из киевской купели крещения. Но уж очень большой народ, от Белого до Чёрного моря. И вот эта огромность, она же всегда вызывала страхи, зависть у окружающих. И поэтому с стародавних времён эти внешние силы работали на то, чтобы этот народ разделить, растащить. А в лучшем случае ещё и столкнуть одну часть с другой. Так что у нас получается? Лидер государства, подвержен влиянию сильному, удалось внешним силам убедить его, чтобы столкнуть два народа 24 февраля прошлого года. Если посмотреть на историю, так всё оно и происходило. Но православная церковь является силой, скрепляющей этот народ. Ох, лукавит Гундяев, лукавит. Карманный псевдоисторик, псевдоучёный, созвучной фамилией, сатановский, рассуждает о какой-то стране. Давайте послушаем. Они верят в то, что их правительство всерьёз занято тем, чтобы обогреть их, помочь их огромное количество. А те, кто в это не верят, сохранив мозги в головах свежими, им лучше рот-то не открывать. По-моему, Россия говорит. Как так? На шоу Соловьёва говорит такие вещи. Ну, слушаем дальше. Вот по паре людей, которые, ну, с той стороны фронта, я их одно прошу, ребята, только молчите, потому что, ну, ты рот открыл, и тебя уже замели, а могут и прикончить. Вот это действительно мордор. Запредельное чтесарство ужаса. При том, что огромная часть, а я бы сказал и большинство тех людей, которые в нём живут, не имея никакой другой информации, никакого желания эту информацию на самом деле, я уже даже не говорю о возможности, получите. Они верят фюреру. И это нельзя недооценивать, потому что единственное, что ты можешь сделать в этой ситуации, чтобы вот это зомби-ленд, царство людей, которые совершенно до безумия дурочны. Ну, как вам? Идеальная характеристика состояния российского общества. Идеальная характеристика, идеальное описание модели, как работают институты в России. Но нет, как вы понимаете, господин Сотановский речь вёл об Украине. Раздувшаяся пропагандистская жаба вылезла из болота и провела пикет. Хватит травить журналистов! Хватит травить журналистов! В Литве задержали проплаченного пропагандиста Марата Касима. Но вот Киселёв решил сделать шоу такое вот. Да, кстати, не вспомнил почему-то про Ивана Сафронова, корреспондента-коммерсанта, который уже, по-моему, два года в СИЗУ сидит. Боинг авиакомпании «Победа», следовавший по маршруту «Первя Москва», выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Но вот очень знаково. «Победа». Расчистить полосу не смогли, очевидно, для «Победы». Чего-то не хватило. Ну вот с «Победой» вас. Продолжение следует...